Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РНТВ продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Работы по благоустройству в Анапе продолжаются. Поток мигрантов и транспорта под постоянным контролем властей Анапы. Штраф 2,5 тысячи рублей и конфискация автомобиля. Наказание для таксистов-нелегалов. Серебряные волонтеры вернулись из Олимпийского Сочи. В Анапе продолжают работы по благоустройству. Работают специалисты нескольких предприятий. Обрезают ветки, угрожающие порывами линий электропередач, ремонтируют бордюры и перестилают тротуарную плитку. Подробно о работе по благоустройству в городе расскажем прямо сейчас. На углу улиц Владимирская Шевченко срезали и демонтировали рулонный газон. На его месте расстелили новый ковер газонной травы. Заменили блоки бордюров и очистили основания тротуарных дорожек. В феврале отремонтировали тротуарную плитку на улице Терской от улицы Гребенской до Красноармейской. После ремонта покрасили бордюры по улице Красноармейской и Северной. На Пионерском проспекте установили новые дорожные знаки. Нестандартные таблички демонтированы. В центре города на улице Краснодарской старые аншлаги убрали. Специалисты предприятия «Зеленстрой» привели в порядок сквер по улице Кати Соловьяновой. Обрезали деревья и на улице Самбурово. Планомерно выполняются работы по озеленению города. В сквере в микрорайоне Триа высадили 12 хвойных деревьев – туи и сосны. Украсили аллею кустами роз и боярышника. Высадили кёль рейтерии. На перекрестке улиц Самбурово и Ивана Голубца тоже скоро будут заметны изменения. Рабочая бригада начала благоустройство. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа. Регион. Депутаты совета отчитались об итогах работы за минувший год. На заседании присутствовали председатели территориальных органов самоуправления, представители общественных организаций и руководители предприятий города-курорта. Председатель совета депутатов Леонид Кочетов в своем отчете остановился на основных направлениях деятельности совета. Главная задача совета муниципального образования состоит в обеспечении экономических основ местного самоуправления, создании предпосылок для поступательного экономического развития Анапы и на этой основе повышения качества жизни анапчан. По итогам работы хозяйственного комплекса муниципального образования за 2012 год достигнуты положительные темпы роста в сравнении с 2011 годом по основным направлениям деятельности в среднем на 120%. Местный бюджет в 2012 и 2013 году имел четко выраженную социальную направленность. Заработала муниципальная программа по развитию системы дошкольного образования Анапы. Капитальный ремонт провели в старых зданиях детских садов, построили новые корпуса, сформировали группы в новом детском садике «Волшебная страна». Созданы благоприятные условия для совершенствования инфраструктуры школы, кадрового потенциала и повышения качества обучения и укрепления здоровья детей. В 2013 году глава Сергей Павлович вручил 19 ключей от новых благоустройных квартир детям-сиротам. В интересах многодетных семей разработан и утвержден перечень свободных земель и земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. В ноябре 2013 года на Совете депутатов принято историческое решение об утверждении генерального плана городского округа «Город-курорт Анапа», определившего главную концепцию развития Анапы как города-курорта. Утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования. О работе отчитались все депутаты муниципального образования. Каждый депутат представляет интересы группы людей, которые за него проголосовали и которые надеются, что их избранник решит проблемы на их территории. Большое спасибо вам за чуткость, внимание, огромную помощь. Хотим сказать нашему депутату, который был выбран в сентябре месяце всего лишь работает, но мы уже поняли, что это человек своего дела. Путников Валерий Александрович. И от всех нас общественников хочу выразить всем депутатам городского совета вам, Леонид Иванович, большое спасибо. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил профессионализм депутатского корпуса. Главная задача, по мнению Сергеева, работа с населением по всем возникающим проблемам. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа. Регион. Вопросы незаконной миграции и безопасности на транспорте обсудили на очередном селекторном совещании в администрации. О том, как сегодня налажена профилактическая работа и какие результаты отмечают власти города и Кубани, в материале Алины Гумеровой. На территории Краснодарского окрая продолжается усиленная работа по противодействию любым террористическим проявлениям. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки совместно с представителями органов местного самоуправления. Заместитель министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций региональной безопасности Краснодарского окрая Михаил Додатко доложил об итогах работы минувшей недели. В профилактических мероприятиях приняли участие более 50 тысяч человек. Проверили свыше 100 тысяч граждан. В ходе проверок выявили около 600 помещений, сдаваемых в наем незаконным мигрантам. 33 человека, находящихся в розыске, задержали. На совещании отметили, работа по укреплению правопорядка дает свои результаты. В крае удалось сдержать рост преступности. Количество преступлений сократилось. Но в некоторых муниципальных образованиях до сих пор не принимают исчерпывающие меры. Особое внимание безопасности на транспорте. Продажи билетов на междугородние маршруты теперь возможны только после предъявления паспорта. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов высказал чиновникам ряд претензий. Потребовал усилить работы по выявлению квартир с проживанием иностранных граждан. Поставил задачу начальнику отдела по транспортной связи Юрию Кудрявцеву разместить больше листовок с информацией о антитеррористической безопасности. Я вот не единожды езжу этим 101 самаршрутом и там листовочка по антитеррористической защищенности. То есть предупреждение. Вот такая висит. Маленькая, ее еле-еле видно. И то она говорит, в случае, если вы неправильно, ложный звонок сделали о том, что о закладке чего-то, вы будете оштрафованы на 200 тысяч или три года. На три года уголовно это... Это что за... Разберемся. И больше ничего. Вот поверьте мне. Об обнаружении подозрительных предметов в транспорте на остановках, в подъездах и чердаках Анапчане могут сообщать по телефону 4 68 82 3 52 81 02. По этим же номерам принимаются сигналы о бесхозных автомобилях и подозрительных лицах. Алина Гумерова, Максим Логоша, Анапа, Регион. Инспекторы ГИБДД провели очередную проверку такси. Нелегальных перевозчиков, подрабатывающих таксистами, стало заметно меньше. Все дело в штрафных санкциях, применяемых к дорожным пиратам. Штраф 2 500 рублей и ни много ни мало конфискация автомобиля. Семь водителей, нелегальных извозчиков рискнули и поплатились. За неделю инспекторы зафиксировали семь нарушений правил пассажирских перевозок такси. На территории города Анапы проходят профилактические мероприятия по нелегальному такси. Выявляются данные нарушения, после чего лица составляют административный материал по статье 14.1, часть 2, на что накладывается административный штраф и транспортное средство у нас по надлежитой конфискации по решению суда. На Дубровку можно и не доехать, поймав нелегальное такси. У правильного водителя должна быть лицензия и свидетельство индивидуального предпринимателя. В список необходимых документов входит путевой лист, страховой полис с отметкой такси и техосмотр тоже с отметкой такси. Внешний вид автомобиля тоже должен соответствовать нормам. Стандартные шашечки в черно-желтом и голограмма такси. Правильное такси – залог безопасности. Законопослушный водитель вряд ли рискнет проскочить на красный, не превысит скорость и доставит заказчика по адресу, соблюдая все правила дорожного движения. То есть безопасно. Кроме того, вызвав автомобиль через фирму, легко найти забытые вещи и оплата проезда будет строго по тарифу. Преимуществ много. Сегодня в Анапе зарегистрировано 264 предпринимателя, имеющих право перевозить пассажиров. Через диспетчерскую службу работают 16 фирм. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Сборная команда серебряных волонтеров вернулась из Олимпийского Сочи. Вадим Родин встретился с участниками Всероссийского волонтерского движения. О впечатлениях и работе волонтеров во время Олимпийских игр расскажем прямо сейчас. Помолодевшие и отдохнувшие душой волонтеры серебряного возраста, работавшие на ставшей для нас победной Олимпиаде, вернулись в родные пенаты. Автобус из Сочи прибыл на стоянку спорткомплекса имени Амелькова, где их встречали родные и близкие. Молодые бабушки и дедушки радостно обнимались с детьми и внуками. Хотелось бы пожелать вам успехов, удачи, здоровья и всегда придерживайтесь активной жизненной позиции, благодаря которой вы и попали на эти Олимпийские игры. Всего вам хорошего. Спасибо вам. Спасибо. Кроме олимпийской формы и волонтерских медалей, анапчане привезли с собой уйму впечатлений. Волонтеры свою лепку внесли, а анапчан нас пославших не обидел. А мы работали в прибрежном кластере. У нас наш объект был шайба и рядом работали на фиште открытия и закрытия. Все наши анапчане участвовали и закрытия и в открытии. С нашей помощью победили россияне. Мы заняли первое место на Олимпиаде. Энергетика, сумасшедшая энергетика. В самом зале, на самих соревнованиях просто невозможно передать. Эта энергетика, она больше всего поражала. Люди так болели. Кричали «Россия! Россия! Вперед!» Вот это вообще незабываемо. Вадим Родин, Максим Лагоша, Анапа. Регион. 1 марта в санатории «Делочь» пройдет день открытых дверей. В программе встреча с генеральным директором Верой Стефановной Севрюковой в 10 часов. В 10.30 пройдет презентация лечебно-диагностических отделений санаторного комплекса. С 11 до 14 часов врачи-терапевты и узкие специалисты проведут прием и консультации бесплатно. На обследование компьютерной томографии и УЗИ 1 марта скидка 50%. Дополнительную информацию узнавайте по телефону 549-96. И это все новости на сегодня в завершении выпуска. Прогноз погоды. В четверг 27 февраля в Анапе будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 7-9, ночью плюс 6 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 6 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.